Мы встречаемся с вами сейчас на кануне Дня медицинского работника. Для кого это праздник в Тверской области? Сколько сотрудников вообще можно принимать поздравления? К сожалению, всех мы не можем пригласить. Их очень много у нас. Правда, их все равно не хватает. Но, тем не менее, это армия медицинских работников, которая уже год живет, как мы все вместе с ковидом, но еще и борется с ним. Мы можем пригласить только, сколько позволяет нам обстановка. В прошлом году мы не решились проводить ее в таком, как говорится, виде. Поздравляли в основном онлайн с помощью всяких дистанционных технологий. Но сейчас, по всем правилам эпидемических, мы все-таки решили собрать медиков, которых, конечно, уже соскучились друг по другу, хотят общаться, праздника, хотя бы раз в год. Поздравить, вручить им награды. Год тяжелый был для всех, и для жителей Тверской области, и для наших медработников, которые, честно скажу, спасали жизни наших горожан, наших земляков со всей области. Практически 15 больниц участвовало в этом процессе, в котором чисто инфекционные госпитали были развернуты. Но кроме этого, в каждом, в каждом ФАПе, в каждой больнице ЦРБ все равно были красные зоны, были столкновения с этими больными, были контакты, приходилось их лечить. На амбулаторном этапе все первичное звено занималось этим, вся скорая помощь. Поэтому сейчас трудно назвать, кто из медиков не занимался лечением этих пациентов, диагностикой, лечением. И, конечно, естественно, много пострадало. Сегодня даже у нас есть ролик, на котором мы показываем, сколько погибло в борьбе с пандемией медиков именно от коронавирусной инфекции. Нет каких-то там сердечно-сосудистых или прочих заболеваний, травм, а именно связано с профессиональной деятельностью. То есть наши врачи, сестры, они, конечно, я опасаюсь его в защите, но приходилось жертвовать собой, своим здоровьем и бороться с этой инфекцией. И многие спрятались, ушли, как говорится, в подполье, чтобы не заразиться. В основном мы все работали. Получается, что традиционно на корону профессионального праздника подводятся какие-то итоги и ставятся задачи до следующего, если она этого дня. Какие самые главные слова скажете своим медикам? Основной итог 2020 года – то, что наша система здравоохранения выдержала. Мы доказали, что она боеспособная, что у нее большой запас прочности, несмотря на такой серьезный кадровый дефицит. Мы показали всему миру, что мы лечим на хорошем уровне, что система не развалилась, как в некоторых европейских странах, когда не знали, куда класть больных и не хватало оборудования, специалистов. У нас это все проходило в очень такой мягкой форме. То есть, если не хватало, то не критично. Мы открывали новые госпитали, новые койки, покупали оборудование. Мы справлялись, справились с этой ситуацией. Но, к сожалению, она не кончилась. Вот сейчас третья волна приходит. Снова будем усиливать режим, масочный режим. Постараемся все-таки людей убедить, что надо прививаться, потому что это единственный способ избежать неблагоприятного исхода. Никто не может гарантировать, что для кого-то это не последняя болезнь в его жизни. По крайней мере, вакцинация спасает людей от смертельного исхода и гарантирует выздоровление. А надо ли тем, кто уже привился, второй раз за визу? К сожалению, как любой респираторный вирус, это где-то на полгода, на год. У всех по-разному организм устроен, кому-то хватает года, но чаще всего через полгода нужно делать ревакцинацию. Пока нет такого социального иммунитета, общественного, придется, наверное, каждые полгода. Потом, когда будет уже сезонный, он никуда не денется, он все равно будет с нами теперь. Но он будет уже сезонный, и тогда нужно раз в год прививаться. Ну, по крайней мере, как мы делаем от гриппа. Но грипп – это не такое страшное заболевание. Он не дает такой массовости и такого количества неблагоприятных исходов и осложнений. Основное средство защиты, конечно, это защита верхних дыхательных путей. Основной путь проникновения вируса – это маска и социальная дистанция, чтобы не было скопления людей. И мы вот там, где в учреждениях это, как говорится, строго выполняется, там количество заболевших минимальное. Сергеич, вопрос в продолжение темы вакцинации. Как Вы считаете, какими темпами у нас в птичковном регионе? Естественно, помогают ли люди, врачам, скажем так, облегчают ли им работу, вакцинируясь и делают осознанно? К сожалению, у нас темпы вакцинации не такие, как нам хотелось бы, если сравнить с той же Америкой, Европой, где люди просто требуют, чтобы их вакцинировали, где процент вакцинации достаточно значительный, и поэтому инфекция пошла на спад. Мы, конечно, особой нацией, пока нас, как говорится, не ударит сильно по голове вот эта проблема, не начнем вакцинации, хотя вакцинация – это реальный путь избавления от эпидемии. Поэтому я считаю, что у нас сейчас вакцинация проходит недостаточно, надо ее усилить, и тогда эпидемия, она быстрее уйдет из нашей жизни.